В городской бане уже почти месяц нет горячей воды, и об этом сегодня тоже говорили на совещании в администрации. В причинах пыталась разобраться и наша съемочная группа. Посетителям бани уже месяц приходится по неволе закаляться, и хотя сотрудники делают все, что могут для поддержания пара, такая температура не соответствует даже технологическим показателям банного дела. Веник должен запариться хотя бы для 80 градусов, 80 это еще маловато, чтобы кипятком. И на камни надо кидать тоже, ну раскаленный камень, если на него холодная вода падает, он рушится, и потом нам приходится переделывать печку, и это большие затраты, все нерентабельно для нас. Все дело упирается в воду, а вода 25-35 для нас праздник. Бани после реконструкции открыли в августе. До этого сделали ремонт, поменяли трубы, в том числе центрального отопления. Поэтому причина банного холода, по словам заведующей, только в организации, которая тепло обеспечивает. Сами сотрудники теплосети ссылаются на большую утечку на второй котельной. Потому что там фильтр забился, надо почистить. Вернее, не фильтр, а теплообменник. Нарекания от клиентов получают сами сотрудники бани. Книга жала по предложению только за этот месяц пополнилась несколькими десятками страниц. Многие вообще требуют возврата денег. Только за прошлую неделю клиентам вернули 7 тысяч рублей. А выходные, на которые так рассчитывают банщики, тоже принесли убытки. Вчера за один день, можно сказать, что половину выручки мы потеряли. То есть, если я планировал выручку получить под 20 тысяч, то мы получили целый 10 тысяч. Это значит, и городская казна получила ровно в половину меньше, чем предполагали. Долго ли будут утекать, как холодная вода из банных кранов, деньги неизвестно. Запись на ближайшие дни уже есть, но завтра баня работать не будет. Ремонт на котельной, гласит объявление.